Здравствуйте, дорогие участники. Мы начинаем нашу официальную часть под запись нашего вебинара, который называется «Добро пожаловать в Вильнюс». Мы очень рады приветствовать вас сегодня уже на нашем семинаре. Вижу, что большое количество участников уже присоединилось, некоторые еще присоединяются. Кто-то просто посмотрит запись, точнее, с прошлого в будущее уже смотрит это как запись в наших соцсетях. Что ж, я хотела бы начать с того, чтобы сначала представить, кто мы такие и почему вы в целом должны доверять информации, которую мы предоставляем. То есть, почему мы как раз можем дать вам ту информацию, которая и есть от всех официальных источников в городе Вильнюс. Первое, то, что организаторами этого вебинара есть International House Вильнюс, а также наши коллеги Ринко Селетова. International House Вильнюс – это часть также государственной организации, точнее, двух государственных организаций. И у нас есть две главные миссии. Первая – это помощь в миграции, вторая – с интеграцией. Все, что касается миграции, под одной крышей International House Вильнюс были собраны разные национальные агентства, институции, организации, которые должны простить вот эту процедуру, что касается миграции, то есть документации налогов, социального страхования и так далее. И также у нас вторая наша миссия – это интеграция, это помочь вам понять, что в целом, какие ваши первые шаги, что вам делать, когда вы приехали в новую страну и все кажется таким незнакомым. И также интегрироваться в эту страну. Также Ринко Селетова – это центр информации по миграции. Пожалуйста, не путай с миграционной службой. Но Ринко Селетова – это переводится как «я выбираю Литву». Эта организация, этот центр информации уже имеет хороший такой опыт, помогает тем гражданам Литвы, которые выехали с Литвы и возвращаются, а также всем иностранным гражданам, которые решили реалансироваться в Литву и начать свою жизнь с чистого листа в Литве. Внизу так вы можете видеть, что Ринко Селетова представляет информацию по поводу иммиграции, рынка труда, образования, здравоохранения, социальной поддержки и другого. Конечно, что мои коллеги, которые также будут иметь сегодня презентацию, расскажут вам больше и также расскажут про все вот эти моменты, которые вы видите у меня на слайде. Какой у нас план семинара? Мы с вами начали чуть-чуть на две минуты позже, но вот сейчас уже мы постараемся держать все вовремя, не передерживать вас очень сильно. Эти пару минут мы оставили для выступления, потом у нас будет презентация от Ринко Селетова, потом я также представлю International House Bill News и Вильнюс в целом. И в конце, конечно, что мы оставили побольше времени, чтобы ответить на все вопросы, которые у вас остались. Но, тем не менее, несмотря на то, что у нас есть вот это время для того, чтобы ответить на ваши вопросы, у нас также есть вот этот путь, как мы с вами можем коммуницировать. И у нас можете проверить, пожалуйста, свой Zoom вверху или внизу, где у вас расположено меню от Zoom. Есть Q&A, то есть question answers, то есть вопрос-ответ, где вы можете оставлять свои вопросы. И большая просьба оставлять эти вопросы как раз в эту графу для того, чтобы, во-первых, мои коллеги видели, что это вопрос, на который мы должны ответить. А во-вторых, чтобы мы могли потом отправить вам письменно все эти ответы, потому что некоторые ответы содержат ссылки, которые вам будут полезны, либо другим участникам, чтобы сохранить. Ну, и если вы хотите просто общаться с другими, либо написать нам какие-то свои впечатления, либо что у вас не работает, не очень хорошо нас слышно и так далее, вы можете также использовать чат. Сейчас буду очень рада, если кто-то попробует написать что-то нам Q&A, задать вопрос, чтобы просто посмотреть, потестить, как это работает, и другие участники также увидели. Ну, и пока вы это делаете, я, конечно же, передаю слово своим коллегам с РНКОС и ЛЕТО, которые представят нам главную часть нашего вебинара, что касается миграции, здравоохранения, главных аббревиатур, которые вы должны знать, и многое другое. Поэтому предлагаю своей коллеге Марте тогда начать. Спасибо, Яна. Так, слышно ли меня? Мне хорошо слышно, да. Хорошо, тогда начну делиться нашей презентацией. Так, так как уже было представлено, я являюсь сотрудником Центра информации по миграции «Я выбираю Литву», и наш центр был создан 7 лет тому назад при поддержке правительства Литовской Республики. И наша целевая аудитория – это граждане Литвы, во-первых, которые планируют приехать в Литву, которые живут за границей, а также иностранные граждане, у которых в планах приехать жить, работать в Литву, и которые уже находятся в Литве. Мы тоже их консультируем по разным вопросам, которые у них возникают. По новым данным, опубликованными 1 июля 2002 года, в Литве проживает уже свыше 140 тысяч иностранных граждан, и это составляет уже больше 5% всего населения Литвы. То есть часть иностранных граждан в Литве стабильно увеличивается. Если в начале 2022 года это были 3%, свыше 3%, то уже мы видим через 7 месяцев цифры увеличиваются постоянно. За 2021 год по статистике нашего центра, так как наш центр ведет статистику, сколько людей к нам обращается, граждан Литвы, иностранных граждан, то иностранные граждане составляли 44% всех клиентов, то есть почти половина всех, кто к нам обращался. И сейчас я бы хотела начать представлять уже первые шаги для иностранных граждан, которые планируют приехать в Литву. И самое главное для вас это уведомить органы государства, где вы проживаете, о том, что вы планируете уехать, то есть снять прописку свою с того государства, где вы проживали. Потом следующий шаг это, конечно, получить документ, который легализовал бы ваше нахождение здесь в Литве, то есть это или виза национальная, или вид на жительство. И, конечно, после получения вида на жительство одно из обязательств это задекларировать здесь свое место жительства в Литве. После получения вида на жительство и декларации здесь места жительства вы должны позаботиться о том, чтобы открыть банковский счет в Литве, где вы сможете получать заработную плату, оплачивать другие услуги, коммунальные, за аренду. И также немаловажный аспект это найти работу, позаботиться о трудоустройстве здесь. И после получения вида на жительство есть обязательство заменить свое водительское удостоверение, если оно было выдано в третьих странах. То есть если удостоверение было выдано в странах ЕС, можете и дальше пользоваться им, но если это было выдано в третьих странах, то вы должны позаботиться о его замене. Но об этом мы тоже поговорим немного дальше, более детально, вот о замене водительских прав. Дальше в презентации. Так, сейчас мы поговорим о двух документах, которые гарантируют ваш легальный статус в Литве. Первый из них это национальная виза, долгосрочная, которая выдается максимум на 12 месяцев. Чтобы получить национальную визу, надо обращаться за рубежом, то есть не в департамент миграции Литвы, когда вы находитесь здесь, а когда вы находитесь за рубежом, в дипломатическое представительство Литовской Республики. Это или в визовый центр, или в консульство, или в посольство. И ожидание на выдачу визу значительно короче, чем ожидание на временное вид на жительство и перечень документов, так же короче, и составляет где-то около 15 дней. Но может в связи с загруженностью визовых центров и посольств может составлять даже и до 45 дней. Второй документ, который выдается, чтобы здесь находиться легально в Литве, это временный вид на жительство. И он уже выдается на один или два года. То есть здесь нет уже такого ограничения по времени, как с визой, где только максимум на 12 месяцев. А здесь уже в зависимости от основания может выдаваться и на дольше. И вот уже с временным видом на жительство иностранные граждане должны обращаться в департамент миграции Литвы. То есть документы подаются в департамент миграции Литвы и бронируется визит, чтобы потом приехать лично тоже в департамент миграции Литвы. То есть здесь нет возможности уже обращаться в дипломатические представительства. Так, и срок ожидания на ВНЖ – это около четырех месяцев. Это в общей процедуре, если вы подаетесь. Есть также ускоренная процедура, которая стоит дороже, соответственно. И в этом случае вид на жительство выдается в течение двух месяцев. Это такие общие условия. Сейчас я хотела бы еще коротко прокомментировать о одном типе вида на жительство. Это блукар, который выдается для высоко квалифицированных специалистов в Литве. И он отличается также от простого вида на жительство. То есть, чтобы получить блукар, у человека должен быть диплом о высшем образовании и либо опыт работы по специальности продолжительностью не менее пяти лет. Это одно из условий. Значит, диплом о высшем образовании, если такого нету, то должен быть, соответственно, опыт работы в этой сфере деятельности не менее пяти лет. И работодатель обязуется платить вам заработную плату в полтора раза превышающую среднюю месячную заработную плату по Литве. Одна средняя заработная плата по Литве на бумаге, то есть до вычисления налогов, на сегодняшний день это 1729 евро и 90 центов. То есть в полтора раза этой зарплаты. Если вам будет платиться оклад, то есть от полтора до трех раз превышающий среднюю месячную заработную плату, то вы можете обратиться в департамент миграции с просьбой выдачи ВНЖ. И вместе с тем работодатель тоже подает документы для принятия службы занятости решения о соответствии вашей квалификации по требностям рынка труда Литовской Республики. То есть должно еще быть получено решение от службы занятости, прежде чем вы будете подавать документы на блукар. Но есть и условия, когда решение от службы занятости не обязательно получать, и человек может сразу подаваться на блукар без ожидания решения. Один из условий это если вы будете получать оклад, превышающий среднюю месячную заработную плату не менее чем в три раза. Три раза от средней зарплаты. Также в службу занятости подавать документы не нужно в том случае, если ваш оклад будет от полтора до трех раз превышающий среднюю месячную заработную плату, и ваша профессия внесена в список дефицитных профессий. То есть вы будете высококвалифицированным работником, и плюс еще эта профессия входит в список дефицитных. Тогда решение от службы занятости не обязательно получать. Чтобы получить блукарт, иностранные граждане также должны обращаться в отделение департамента миграции Литвы. То есть документы подаются не через посольство как с визой, а как и с всеми видами на жительство, потому что блукарт это тоже вид на жительство, только для высококвалифицированных специалистов, и подается в департамент миграции. И документы также можно подать онлайн по принципу подачи документов в виртуальное окно. И если вы выбираете такой принцип подачи документов, то решение о выдаче блукарт уже будет приниматься с момента вот этого виртуального окна. И период ожидания. Здесь тоже зависимость от основания и процедуры, какой оклад будет вам платиться, то зависит от 15 дней составляет для получения блукарда до 2 месяцев в общем порядке. И блукарт выдается уже на 3 года. Дольше, чем с простым БНЖ. Так, как я уже и говорила в начале, очень коротко, что заявление на получение временного вида на жительство подается через МИГРИС. МИГРИС — это система нашего департамента миграции. Миграция.лт — официальная страница департамента миграции. Итак, вы можете подключиться к своему личному кабинету, то есть создать свой личный кабинет через электронную почту. Если у вас еще нету подключений к государственным электронным услугам в Литве, то можете подключиться через электронную почту, себя верифицировать и начать заполнять заявление, так как все заявления на вид на жительство должны быть заполнены онлайн. И только когда вы заполните заявление онлайн, предоставите копии документов, и в зависимости от того, на какой основе вы подаетесь на вид на жительство, после воззаполнения онлайн, подачи документов, этих копий, вы бронируете визит, чтобы приехать лично в департамент миграции с оригиналами и для снятия биометрии. После подачи заявления онлайн вы визит должны забронировать в течение четырех месяцев, потому что столько действует это заполненное заявление времени. Вы также можете редактировать заявление онлайн, то есть сколько вам понадобится времени, чтобы добавить все нужные документы, выяснить вопросы, как заполнять, что от вас ожидается департамент миграции, и потом резервировать визит, приехать лично. Одно из обязательств, потому что когда вы заполняете заявление о выдаче ВНЖ, вы обязуетесь декларировать свое место жительства в Литве. Иностранные граждане, которые получают первый раз вид на жительство здесь, могут это сделать в отделении департамента миграции также. А если у вас уже есть на руках ВНЖ, или вы не хотите декларировать в департаменте миграции, а позже, то вы также можете сделать прописку и в самоуправлении города Вильнюс, или в Синюнии, то есть и во время личного визита только. Вы должны приехать лично, и в течение одного месяца, с момента получения уже вида на жительство. Если эта квартира принадлежит не вам по собственности, то в случае аренды необходимо разрешение владельца жилплощади. Владелец может вместе с вами приехать и разрешить вас прописать у себя, но если владелец не соглашается или не может приехать, то тогда необходимо разрешение. Также согласием владельца служит срочный договор аренды, в котором четко указан период аренды. То есть это может быть официальный договор аренды, где указан срок, на который вы можете прописаться, или если такого нету, то нотариально заверенная доверенность, что владелец разрешает вам прописаться у себя. Такого-то по такое число. Ну и, конечно, когда вы приезжаете лично в самоуправление или в семинею, вы должны при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и разрешение на проживание в Литве. То есть два этих документа вам обязательно. Вид на жительство и ваш паспорт, соответственно. Так, сейчас немного поговорим о страховке, так как очень много вопросов тоже вызывает страхование обязательным медицинским страхованием. По-литовски это ПСД, и здесь вот немного разъясним, чем отличается. То есть когда человек застрахован обязательным медицинским страхованием в зависимости от документа, который у него есть в Литве, и когда нет. То есть если вы приезжаете в Литву по национальной визе на работу, вы не будете застрахованы ПСД. Работодатель не платит взносы за вас, за это страхование, и уже медицинская страховка – это ваша ответственность. Когда вы подаетесь на визу, там одно из словий – это наличие частной страховки, и вот по частной страховке вы можете обращаться в поликлиники или там в госпитале здесь в Литве. И вы не можете с национальной визой получать финансируемые государственные медицинские услуги, так как запасные платятся взносы обязательного медицинского страхования. Но уже с временным видом на жительство условия другие. И здесь иностранные граждане обладают правом на получение финансируемых государством медицинских услуг. Но здесь тоже условия, если они осуществляют трудовую деятельность в Литве или индивидуальные предпринимательства. То есть если вы работаете в Литве по виду на жительство, то работодатель уже платит за вас взнос обязательного медицинского страхования, и вы можете обращаться в эти поликлиники и учреждения, которые имеют контракт с больничными кассами Литвы. То есть если учреждение имеет контракт с больничными кассами Литвы, то есть ваше лечение финансируется из бюджета больничных касс, если вы здесь работаете. Если у вас, например, вид на жительство в Литве на основании семьи, и вы не работаете, вы, конечно, не застрахованы обязательным медицинским страхованием, и это значит, что если вы не работаете и не управляете никакой экономической деятельностью, вы не застрахованы. И чтобы была возможность платить самостоятельно эти взносы, например, вы занимаетесь индивидуальной предпринимательностью, тогда, да, вы можете платить самостоятельно эти взносы каждый месяц и быть тоже застрахованным обязательным медицинским страхованием. Но здесь обязательное условие, что вы должны осуществлять экономическую деятельность в Литве или трудоустроены по контракту у работодателя литовского или у вас ИП. И также еще есть, когда вы можете быть застрахованы государством, если вы проработали в Литве не менее шести месяцев, у вас есть стаж такой, и вы зарегистрировались в качестве безработного в службе занятости. И в таком случае уже за вас взносы ОМС уже тоже платите не вы, а платит государство. И тоже следует упомянуть иностранных граждан с постоянным видом на жительство, то они застрахованы ПСД обязательным медицинским страхованием уже с момента получения постоянного вида на жительство. И могут платить взносы каждый месяц самостоятельно, как и граждане Литвы. То есть здесь необязательные условия, что надо осуществлять трудовую деятельность, чтобы была возможность самому каждый месяц платить. Здесь уже более условия, как для граждан Литвы. Если у вас нету обязательного медицинского страхования, вы можете приобрести частные, в частных страховых компаниях. И вот здесь мы тоже с вами поделились ссылкой. Там есть весь перечень этих страховых компаний в Литве. Мы тоже не можем рекомендовать никакой одной, потому что это уже ваше решение, куда вы обратитесь и которая вам больше всего подойдет. Ну вот здесь вот тоже упомянуты несколько из них, которые, наверное, такие одни из самых популярных в Литве. Это Ergo, Lekwosdruhlimas, If, Gensidige, Siza. Если у вас нету частной страховки еще, то есть вариант самостоятельно оплачивать каждый визит к врачу. То есть вы можете, даже если у вас есть виза, нету еще этой частной медицинской страховки, да, вы можете обратиться в ту же поликлинику или в частную клинику, но уже за все услуги вам придется платить самому. А с частной страховкой, то, конечно, уже там зависит от условий этой страховой компании. Вы берете фактуру, и потом уже страховая компания расплачивается с вами. Сейчас немного поговорим о регистрации в само медицинское учреждение, например, вот эти государственные учреждения, как поликлиники по месту жительства. То, чтобы зарегистрироваться вам, чтобы вам назначили семейного врача, к которому вы бы могли обратиться, когда, не знаю, когда себя плохо почувствуете или когда поймете, что вам нужно обратиться к другому специалисту и получить направление от семейного врача, то у вас должно быть вид на жительство в Литве, чтобы была возможность прирегистрироваться в поликлинику. И с паспортом идете лично в регистрацию поликлиники и там заполняете заявления, которые вам дают в регистратуре, заполняете, подписываете форму пациента о получении медицинских услуг и выбираете врача-терапевта. Или врач-терапевт будет вам назначен тоже автоматически по месту вашего жительства, по месту округа, где вы проживаете, но есть возможность, конечно, выбрать и самим. Но тоже, да, упомяну, что обязательно и здесь что? Вид на жительство в Литве и сделана прописка, чтобы прирегистрироваться в поликлинику. Так, сейчас немного о трудоустройстве в Литве. И, конечно, рекомендуется начать поиск работы еще до приезда в Литву, чтобы вы приехали сюда и уже имели гарантированное место работы, а не искать уже после приезда и волноваться здесь на месте. Здесь упомянуты самые, наверное, популярные сайты по поиску работы в Литве. CV-онлайн, CV-банк, если там также есть варианты этих сайтов и на русском языке доступны, вы можете там зарегистрироваться, загрузить свое резюме, тоже смотреть, какие свободные вакансии есть. И услуги этих сайтов, конечно же, бесплатные для пользователей там есть, и можно купить абонементы такие премиум, чтобы вот ваше резюме было наверху, и чтобы как можно больше работодателей его увидело, но это уже как бы ваш выбор. Можете просто загрузить резюме и сами высылать работодателям, или вот тоже там есть вариант премиум, чтобы вот показывало в первую очередь ваше резюме для работодателей. И также вот здесь упомяну, для тех людей, которые может высоко квалифицированные специалисты, то есть даже отдельный сайт, это сайт Invest Lithuania, сейчас уже называется Enterprise Lithuania, там вот они публикуют места работы для высоко квалифицированных специалистов. Также у нас в Литве, это довольно-таки важно упомянуть, действует очень много иностранных компаний, это и Revolut, Fintech, который недавно получил лицензию банка в Литве, и Wix, израильская IT-компания, которая тоже очень-очень растет здесь в Литве, и Western Union, где уже работает, наверное, сверх трех тысяч людей, у них даже три офиса в Вильнюсе, и Booking.com, и Thermo Fisher, если вас интересует деятельность и работа вот в научных таких компаниях, но также есть и литовские компании, которые вот сейчас оцениваются более, чем миллиард евро еврорыночной цены, это Vinted наш, который занимается продажей Second Hand одежды, и A-Nord Security, который занимается уже в IT-секторе, VPN, то есть иностранные компании, и сфера литовских компаний тоже очень растет. Также есть возможность, конечно, если вам не получается индивидуально найти работу, то мы уже здесь говорили о службе занятости. Иностранным гражданам, которые обладают в Литве видом на жительство, служба занятости помогает найти работодателя, но здесь вот за исключением граждан Украины, мы говорим о других граждан из этих стран. Они оказывают информационные и консультационные услуги в поиске работодателя, зарегистрировавшийся человек получает консультанта по работе, и подыскивают варианты ему. Также у нас служба занятости ответственна вот за выдачу разрешения на работу, кто приезжает здесь по визе, и вот о решении об этом в соответствии с рынком труда Литвы. Ну и здесь вот упомянут тоже контакты службы занятости для общей информации, тоже всегда можно связаться с ними. Сейчас немного тоже важно упомянуть о нашем работе, трудовом кодексе в Литве. Ну здесь такие, наверное, самые главные пункты, которые надо оговорить. Это о рабочем времени, потому что тоже очень много людей обращается, и, ну, чтобы удостовериться, какие правила, как по закону, сколько человек должен работать, сколько отдыхать, сколько времени отпуска предусмотрено. Так, норма рабочего времени в Литве в неделю это 40 часов. 40 часов в неделю. Максимально работать не более 6 дней в неделю можно. Максимальная продолжительность сверхурочной работы 8 часов в неделю. Максимальная продолжительность сверхурочной работы за год это за год 180 часов может быть сверхурочной работы. И в предпраздничные дни время работы сокращается на 1 час. То есть день до государственного праздника вы работаете на 1 час короче в Литве. Обеденный перерыв по трудовому кодексу не менее 30 минут должен продолжаться после 5 часов работы. И минимальная продолжительность отдыха между рабочими днями или сменами – это 11 часов. И в течение 7 дней должно быть предоставлено не менее 35 часов непрерывного отдыха для работников. Так, коротко насчет отпуска. Отпуск, если 20 рабочих дней, вы можете брать отпуск, если работали 5 дней в неделю. 24 рабочих дня, если работали 6 дней в неделю – это по накоплению дней отпуска. Хотя бы один раз в течение года необходимо брать отпуск продолжительностью не менее 10 рабочих дней. Но также имейте в виду, что праздничные дни не входят в продолжительность отпуска. При желании аннулировать трудовой договор, вы должны проинформировать и подать письменные заявления своему работодателю не позднее, чем за 20 рабочих дней до ухода. Так как вы должны еще отработать 20 рабочих дней после подачи заявления об уходе. И работодатель не может аннулировать трудовой договор при отсутствии вашей вины, если вы растите ребенка до 3 лет, или если вы находитесь в отпуске по беременности и родам, отцовству или уходу за ребенком. Вы можете аннулировать трудовой договор за 5, а не за 20 рабочих дней, если вы 2 месяца подряд не получаете заработной платы и не можете работать ввиду болезни, нетрудоспособности или ухода за больным членом семьи. Еще немного о социальных гарантиях. Лица, которые в Литве осуществляют трудовую деятельность и оплачивают взносы, могут ходатайствовать о социальной поддержке и пособиях. И лица, законно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в Литве, застрахованы всеми видами социального страхования. Оплачивая взносы социального страхования в течение определенного периода времени, лицо приобретает право на получение соответствующего пособия социального страхования. Там, где, например, нужен стаж работы, чтобы получить те или иные выплаты. Через содру, например. И сейчас немного между разницами между временным видом нажительства и выплатами и при наличии постоянного вида нажительства. То есть при наличии временного вида нажительства вы можете получать пособия по болезни, что выплачивает СОДРА, пособия по материнству, отцовству и уходу за ребенком. Но снова же там есть тоже условия, когда можно получить этот необходимый стаж, накоплен в Литве или за границей. Это 12 месяцев в течение последних 24. Но сейчас в детали вдаваться не будет. Просто при наличии временного вида нажительства можете получить пособия по болезни, по материнству, пособия по безработице, если вы зарегистрировались в службе занятости. У вас также имеется нужный стаж работы на Коплен в Литве и пособия на ребенка, который уже выплачивает не СОДРА. Это пособие зависит не от вашего стажа рабочего накопленного, а это пособие выплачивает уже местное самоуправление. И оно выплачивается для всех детей вне зависимости от зарплаты родителей, и какое у вас состояние, до 18 лет или даже дольше может выплачиваться и до 23 лет, если ребенок учится в общеобразовательном учреждении еще. То есть не в университете, а в школе или в практике. При наличии постоянного вида нажительства уже варианты выплат шире немного. Тоже остается пособие по болезни, по материнству, отцовству, по безработице, пособие на ребенка, то есть те же самые, что и с временным видом нажительства, но здесь также добавляются и еще другие пособия от самоуправления, где вы проживаете. Это одноразовая выплата при рождении ребенка, и другие социальные выплаты для малоимущих. Это уже эти единоразовые выплаты, и выплаты для малоимущих выплачиваются для иностранных граждан при наличии постоянного вида нажительства. Для открытия банковского счета в Литве иностранным гражданам необходимо подтвердить связь с Литвой. То есть это может быть трудовой договор, документы, подтверждающие владение недвижимости в Литовской Республике или свидетельство об учебе. И при наличии национальной визы тоже есть возможность открыть счет в банке, но здесь уже банк берет сборы за открытие банковского счета, которые могут достигать и до 200 евро. И уже при наличии вида нажительства данный сбор не применяется. То есть вот эти одни из самых популярных, если можно так сказать, банков в Литве. Также есть еще банк и Пейсера, и Револют, которые открывают счета в банках. Но это уже зависит, вы должны сами тоже контактировать с тем или иным банком и узнавать, какие у них условия для открытия счета, например, для иностранных граждан с национальной визой. Потому что с национальной визой еще могут быть условия, при которых банки открывают или берут те или иные сборы до 200 евро за открытие счета. А при наличии вида нажительства уже таких условий нет. То есть ли вы с национальной визой, конечно, рекомендуем связаться с банком, который вас интересует, и узнать, какие у них условия. Ну и сейчас уже идем ближе к концу. И как я говорила в самом начале о регистрации автомобиля, о водительских правах, и зарегистрировать транспортные средства в Литве могут только постоянные жители Литвы, задекларировавшие здесь свое место жительства. То есть если вы проживаете в Литве более 185 дней, вы получили вид нажительства здесь, у вас задекларировано здесь место, вы должны зарегистрировать свой автомобиль. Иностранные граждане, желающие зарегистрировать автомобиль здесь, могут это сделать только после получения вида нажительства и личного номера здесь в Литве, и декларации. В Литве вы также можете управлять и своим автомобилем. Зарегистрированным в государстве члене европейской экономической зоны неограниченный срок. Если это ЕС или европейская экономическая зона, нет ограничений, но если ваш автомобиль зарегистрирован в стране, не входящей ни в ЕС, ни в экономическую зону Европы, и вы в Литве собираетесь жить дольше 90 дней, то вы обязаны зарегистрировать транспортные средства. Если у вас водительские удостоверения, выданные в третьей стране, то есть не Евросоюз и не экономическая зона Европы, то в Литве вы можете пользоваться водительским удостоверением, выданным в государства в третьих странах, например, Беларусь и Россия, лишь до тех пор, пока не будете признаны резидентом Литвы. То есть пока не проживете в Литве более 185 дней в год и не задекларируете здесь свое место жительства. То есть после получения, ну и в принципе уже после получения вида на жительство рекомендуется обращаться в регитру за заменой водительских прав. Если у вас еще вы не прожили более 185 дней в год по этому виду на жительство, вы можете предоставить тоже документы, подтверждающие вашу связь с Литвой, как трудовой договор, например. И в какое учреждение обращаться при замене водительских прав? Это регитра, государственные предприятия. И если вы хотите заменить водительские удостоверения, которые выдано в стране, не в стране ЕС, не в стране европейской экономической зоны, то вам тоже надо будет ждать теоретический и практический экзамен по вождению, также пройти медобследование в Литве здесь и получить сертификат о первой помощи. Водительские курсы, то есть в школу вам на лекции входить не обязательно, но экзамены вы должны сдать. Ну и уже под конец здесь мы с вами поделимся полезными ссылками, где вот иностранные граждане за теми или иными вопросами могут обращаться. Это, конечно, в департамент миграции. Если вас интересует, какие документы нужны, примет ли департамент миграции те или иные документы для вида нажительства, временного, постоянного, или как заполнить заявление у них в системе, это вопросы в компетенции департамента миграции. Фонд государственного социального страхования это выплаты по безработице, по уходу за ребенком, отцовство, по болезни, стаж рабочий, пенсии. Это у нас СОДРО, служба занятости, где можно зарегистрироваться, чтобы вам подыскивали работу консультанты, они ответственны за выдачу разрешения на работу и принятие решения о том, подходите ли вы к рынку труда Литвы. Ваша квалификация налоговая служба, Вальстебенемок, еще инспекция. Если вы намериваетесь открыть ИП в Литве или патент выбрать, то вот по налоговым вопросам, какие налоги платить, когда декларировать, что лучше вам подходит, то это тоже в налоговую службу, регистрации автомобилей, замена водительских прав, это регитра. Ну тоже, как уже было упомянуто, частные медицинские страхования, перечень частных компаний. И если вас интересуют обязательные медицинские страхования, что в это входит, что нет, где можно обращаться, и как вы будете застрахованы, то это ВЛК, государственные медицинские страхования, то есть больничные кассы Литвы. И, конечно, по этим всем тоже общим вопросам вы можете связаться лично с нами, только имейте в виду, что мы не можем, мы не проводим личных консультаций таких более по общим вопросам. То есть если вас, как я уже говорила, когда будет выдан мой БНЖ, сколько пенсий я получу, это уже с такими личными вопросами вы должны непосредственно связываться с этими учреждениями государственными. По всем другим общим вопросам здравоохранения, школ, иммиграции в Литву, как легализовать свое пребывание здесь, конечно, можете связаться с нами. И мы, даже если не будем знать ответов, мы всегда постараемся разузнать их для вас и вас проконсультировать. Это наш сайт прям косилетова.lt. Он доступен на трех языках, где вы можете написать нам функции лайфчата в часы нашего рабочего времени с 9 до 5. Если это вне рабочего времени, то, конечно, вы все равно можете нам писать, мы получим эти ваши сообщения, или можете по электронной почте, тоже в Facebook нам писать сообщения, и также у нас доступны звонки из Литвы, из-за границы. И в каждую среду по предварительной записи мы консультируем, сотрудники нашего информационного центра консультируют в International House в Вильнюс, в самоуправлении. Спасибо вам. Спасибо большое. Я тогда сейчас включу свою презентацию, которая будет предложением нашего вебинара. Спасибо большое, Марка, за то, что все нам рассказали, показали, и вижу, что также наши участники пишут большое спасибо. Другие коллеги, также с Ринко, Сулетова, Эдита и Снежана отвечают уже письменно на вопросы, и уже 19 вопросов ответили письменно. Я вижу, что приходят новые, но тем не менее предлагаю переходить к презентации от International House в Вильнюс, чтобы дать вам больше информации. Секундочку, я только... Хорошо, главная моя задача это рассказать про Вильнюс, но не только с туристической точки зрения, но и с точки зрения инфраструктуры, транспорта и так далее. В целом, Вильнюс, то есть такая фраза, что это город, где встречается север с югом, а восток с западом, потому что Вильнюс очень мультинациональный город, и граждане разных стран приезжают в Вильнюс и живут тут, поэтому в Вильнюсе всегда можно услышать разные языки, но, конечно же, официальный и единственный официальный язык Литвы это литовский язык, поэтому, если есть, конечно же, у вас уже решение долгосрочно остаться в Литве, то желательно знать официальный язык страны, так как это тот язык, на котором предоставляются большинство все услуги. в целом, Вильнюс очень приветствует всех иностранцев, и с этой целью был создан International House Вильнюс. Я вначале чуть-чуть также рассказывала про International House Вильнюс, когда делала свое выступление, но позвольте мне также рассказать, чем может быть полезный International House Вильнюс для вас, как иностранцев, которые приехали в Вильнюс и не знают, куда им идти и где спрашивать информацию. Поэтому International House Вильнюс наша главная задача, это такая мягкая посадка для всех иностранных Талантов, которые хотят жить и развиваться в Вильнюсе. Первая такая информация, которую вы должны знать, это то, что в International House Вильнюс под одной крышей у нас собраны также разные институции, как вы можете видеть на моем экране, а также моя коллега Марта, она уже говорила о некотором сайте организации, то есть у нас есть миграционная служба, у нас это та же миграционная служба, которая есть в главном здании в Вильнюсе, но сотрудники миграционной службы, которые есть в International House работают как раз с BlueCard, высокой квалификацией, стартапами, предпринимателями, и потому что они работают только на BlueCard для всех иностранцев, если это касается студенчества ВНЖ, либо простого рабочего ВНЖ, подачи документов, вы будете видеть весь адрес, не переживайте. Также в International House Windows были собраны другие институции, которые могут быть полезны, это ВМИ, то есть налоговая служба, то что касается оплаты налога, то что касается индивидуальной деятельности, патента на бизнес и так далее, вы тоже можете прийти проконсультироваться, я сейчас расскажу как, но сначала закончу какие еще есть организации. А также у нас есть СОДРА, СОДРА все, что касается социального страхования, то есть если вы хотите узнать более детальную информацию, как говорила уже моя коллега, что очень индивидуальные личные вопросы вы можете спросить напрямую в институциях, которые занимаются этим вопросом. Также это G-Employment Service, то есть служба занятости, есть наши коллеги с Ленкосилетова, а также есть каждую среду в нас и International House Windows, мы также часть Go Windows, что есть официальная организация по развитию города и инвестиции и бизнес спорта. Тут вы можете видеть на этом слайде, каким образом вы можете зарегистрироваться на консультацию, то есть вверху, когда вы заходите на наш сайт, чтобы на него попасть, вы вводите в поиск International House Windows, потом вы переходите на веб-сайт, можете выбрать русский язык, и также у нас есть английский и украинский, вы можете назначить встречу, и когда вы нажимаете назначить встречу, то у вас открывается окошко с разными организациями, вы можете выбрать вопрос, который вас волнует, и зарегистрироваться в ту или иную организацию. Тем не менее, International House Windows это не только проекты организации, мы также работаем для вашей интеграции, мы занимаемся организацией ивентов, в частности, я также занимаюсь организацией ивентов, не только онлайн ивентов, сейчас мы с вами находимся на вебинаре, но и оффлайн ивентов. Для того, чтобы посмотреть то, что уже у нас есть, я предлагаю подписаться на наши соцсети, в частности Facebook и YouTube, YouTube, наверное, будет наиболее полезным, потому что мы туда также влаживаем все видео, которые могут быть вам полезны, к примеру, моя коллега рассказывала вам про работу, у нас на нашем YouTube также есть видео, которое мы записывали с юристом все, что касается работы в Литве с юридической точки зрения, то есть как вы можете разорвать контракт, разные мелкие нюансы, которые мы из-за того, что очень большой объем информации не можем сейчас рассказать вам на этом вебинаре, но предлагаю вам посмотреть его на нашем YouTube. Также недавно мы сделали прообразование, также у нас есть то, что касается медицинских страховок с более такими деталями, также поиск работы, предлагаю вам просто пойти на YouTube и посмотреть, какие еще у нас есть видео, также те, кто согласился получать нашу рассылку, вы будете получать оповещение о том, какие у нас еще есть новые ивенты и что мы делаем для того, чтобы помочь вам интегрироваться. что ж, тогда перейду чуть-чуть про Вильнюс, буду стараться это делать очень быстро, проговорить свою презентацию, чтобы у нас было побольше времени, чтобы ответить на все вопросы, но тем не менее, некоторые моменты я все-таки хочу рассказать. Это фото от одного социальных слоганов Вильнюса, если перевести с английского, пишется, что Вильнюс прекрасный, где бы вы ни думали, что он находится. Есть такая ирония, шутка, что Вильнюс маленький город, но тем не менее, в нем проживает более полумиллиона людей, и он всегда развивается. Здесь очень много международных компаний, к примеру, Вильнюс занимает первое место по финтеху в Евросоюзе. То есть это очень большое достижение быть лидером по финтеху, также по биотехнологиях, по лазерах и других еще отраслях, в которых Вильнюс очень активно развивается. Что еще по поводу Вильнюса, это, как я уже говорила, Вильнюс, у нас есть официальная агенция развития города, и International House Вильнюс, мы в частности есть проектом также GoVильнюса, и предлагаю вам также посетить сайт Вильнюса, если вам нужна более информация, что касается туризма, также бизнеса, инвестиций, в целом каких-то еще мелких моментов, именно что касается города. Чтобы зайти на этот сайт, также вы пишите GoVильнюс в гугле, и смотрите то, что вам наиболее интересно, то есть посетите Вильнюс, делай бизнес, приезжай и жив, встречайся в Вильнюс и так далее. Еще хочу отметить, что в следующем году Вильнюс будет отмечать свои 700 лет, и это очень большая дата, и уже началась подготовка юбилея, уже даже сейчас, в этом году есть очень много мероприятий, которые, опять-таки, вы можете все посмотреть на сайте GoVilnyus, который есть организатором дня рождения города, то есть в этом году и в следующем году Вильнюс будет насыщен разными ивентами и событиями, которые также могут быть вам интересны. Если вам нужна еще больше туристическая информация, вам нужен даже не просто информация, а совет о том, куда пойти, что посмотреть в разных категориях, предлагаю вам также подойти в туристические центры, которые также участвуют в Вильнюсе. Вы видите сбоку два адреса, один туристический центр находится на Пиле, статве два, то есть это в самом-самом центре, недалеко от главной башни Кедемина. И также вторая это туристический центр в аэропорту, поэтому если вы прилетаете, пожалуйста, сделайте это первой вашей постановкой в Вильнюсе. Вы можете взять разные печатные материалы для того, чтобы посмотреть, куда идти в Вильнюсе, что попробовать и чтобы лучше ориентироваться в городе. Конечно, вы можете посетить любое время, можете в виде часы работы, либо позвонить и спросить индивидуальный какой-то совет, что вас интересует в Вильнюсе в нашей стране. что еще касается Вильнюса, это то, что этот город очень цветущий и он очень зеленый, то есть около 70% территории Вильнюса это зелень, то есть очень много парков, садов, скверов, лесов, то есть даже где бы вы ни жили в любом уголке города, вы все равно можете увидеть очень много зелени, лесов и прогуляться на свежем воздухе, воздух тут самый чистый по сравнению с крупными европейскими городами, даже есть такой себе рейтинг, в каком именно районе Вильнюса самый чистый воздух, но это конечно влияет на воду, питьевая вода также очень чистая, это конечно же зависит от вашего дома, если дом старый, поэтому конечно мы рекомендуем использовать фильтр, но в целом если у вас хороший дом, вы знаете, его провод также достаточно хороший, можете пить воду страна и не покупать ее в магазине, потому что питьевая вода также является одной из самых чистых. Что ж, я хочу также пробежаться по транспорту и пробежаться это конечно наверное и совет для вас, потому что Вильнюс особенности центра Вильнюса он прекрасный для того, чтобы ходить пешком, в центре Вильнюса также есть наследие в ЮНЕСКО и вот на этом слайде вы можете видеть также у меня есть ссылка на сайт Walkable Вильнюс, то есть Вильнюс пешком, тут собраны разные маршруты, 23 разных маршруты, как вы можете походить по Вильнюсу, почитать, узнать больше про Вильнюс. Хочу еще напомнить, что этот вебинар записывается и, конечно, чтобы получить записи, я также отправлю вам все презентации, вы сможете понажимать на все ссылки, которые я также оставила. Тем не менее, если ходить пешком, Вильнюс не такой уж маленький, чтобы ходить пешком, поэтому главный приоритет для нас это, конечно, еще использовать общественный транспорт, чтобы купить билет. Вы можете видеть главные два такие путя, конечно, что наличные никто не отменял, но во время ковида иногда, к примеру, год назад не было возможности купить билет за наличные, только через пополняя специальную фазку, либо скачивая приложение. Сейчас на данный момент есть возможность купить билет за наличные, но мы не знаем изменится ли это, потому что мы не знаем, какая будет ситуация плохо видеть. Тем не менее, если у нас есть два главные варианта, как выполнить карточку, первое, это купить вельничьи картели, то есть это как картка вильнюсского жителя, скажем так, то есть вильнюсская карточка, ее вы можете купить в этих магазинах, либо на почте, в киосках, которые вы видите тут с краю у меня справа, вы можете купить ее, просто подойти на кассу, сказать, что вы хотите купить эту карту и там же ее пополнить, сказать, какой у вас статус, к примеру, если у вас ребенок школьник, либо вы студент, либо вы человек старшего возраста, либо у вас есть какие-то еще физические особенности, у вас есть также разные виды скидок, вы можете проконсультироваться и подобрать, что вам лучше. В целом, проезд без либо скидок за один раз стоит 1 евро, в месяц вы можете купить проездной, который дает вам возможность ездить без каких-либо лимитов за 30 евро, то есть это выгоднее, конечно же, купить на один месяц, а также именно даже на три месяца это еще выгоднее. Да, это первый вариант, это купить вернейшие портели, но второй вариант, это также скачать приложение, где вы сможете контролировать, видеть, какие у вас есть билеты, покупать билеты на один день, на 30 минут, на час, на неделю и так далее. Для этого вы можете скачать приложения End Ticket и Traffic, в них вы также можете увидеть все суммы, то есть сколько стоит, такая у вас может быть скидка, и вы можете скачать их в Google Play либо App Store, учитывая то, какой телефон вы используете. также в Вильнюсе очень хорошо развита велоинфраструктура и приложение также, чтобы посмотреть в Вильнюс, можно использовать самокаты, скутеры, велосипеды, мотоциклы, сейчас еще тепло, поэтому очень активно люди используют. Для вас на самом деле нужно просто знать название, писать это название, Bolt Scooter либо Cycle City в Google Play либо в App Store, скачать приложение, после этого у вас откроется карта со всеми скутерами и вы сможете их использовать. Если будет нужна более детальная информация, как их использовать, какие в целом есть тарифы, вы можете также написать и я объясню больше. Также, что очень хорошо в Вильнюсе, это то, что есть каршеринг, то есть для тех, кто хочет перемещаться на машине не только по Вильнюсе, но также поехать на другой конец города, если есть надобность, либо в другие страны Балки, то вы можете использовать каршеринг. Есть два главных каршеринга в Литве, это CTB и Spark. Spark это электронные автомобили, только электрические автомобили, CTB это все виды автомобилей, включая также грузовые автомобили. То есть если, к примеру, вы переезжаете, вы можете также взять грузовые автомобили. Почему я говорю, что это краткосрочная аренда, вы можете взять, потому что да, это действительно так легко, вы можете скачать также приложение AppTor либо Google Play, отправить на верификацию свои права, если это занимает чуть-чуть дольше, потому что это могут быть права не Евросоюза, поэтому рекомендация написать поддержку, чтобы ваши права быстрее просмотрели, после чего у вас откроется доступ к приложению, где вы также на карте будете видеть разные машины, которые также варьируются в цене, и вы сможете нажать на машину, написать, что вы хотите ее зарезервировать и взять ее, поехать с точки А, точки Б, то есть там нет никаких лимитов, нет никаких депозитов, вы можете взять машину, к примеру, поехать с точки А в точку Б в протяжении 5 минут, поставить машину и просто пойти по своим делам, то есть это очень удобно, когда это дешевле, нежели такси. Что касается паркинга, если у вас есть собственная машина, мои коллеги уже рассказали, как регистрировать машину, либо как менять ведительские права, если вы остаетесь тут надолго, но что касается паркинга, я также хочу чуть-чуть остановиться, что в Вильнюсе есть разные зоны паркинга, то есть синяя, красная, желтая, зеленая, и, конечно, что синяя это центр, она наиболее дорогая, и чем дальше от центра вы можете видеть разные цены, и если вы хотите проверить, какая именно цена на специфической улице, к примеру, куда вы едете, вы можете посмотреть на сайте Unipark, либо M-Park, то есть даже скачать себе приложение, либо уже узнавать на месте, когда вы приезжаете, видите, какая это зона, то есть когда вы на улице видите знак, всегда написано, какая это зона, и также есть паркомат, где также написано, какая цена. Дальше я видела в регистрационной форме, что у нас очень много людей, которые только-только приехали в Вильнюс, либо собираются, то есть очень большое количество людей, мне кажется, что когда только-только приехал, интересно также знать, какие продуктовые магазины, куда идти, поэтому тут мы собрали главные продуктовые магазины, которые вы можете найти в Вильнюсе, и я не могу сравнивать их, можете это сделать между собой в чате, но тем не менее, просто чтобы для вас запомнить эти названия, я оставляю их тут. Что касается доставки еды, также важно сказать, что есть два главные приложения, где вы можете заказать еду, к примеру, с магазина, и есть доставка уже готовой еды, то есть доставка еды с кафе, с ресторанов. Если это доставка с магазинов, это Barbara LT и Last Mile LT, то есть если, к примеру, у вас нет возможности выйти, вы хотите заказать все продукты, чтобы вам привезли, там также есть некоторые суммы бесплатная доставка, то есть это очень удобно. Bold Food и Bold Food конечно же также выспачиваете приложение и смотрите какая возле вас есть, выбираете на свой вкус. Также тут мы попытались собрать некоторый такой себе список, что касается других магазинов, то есть магазины всех категорий, электроники, для дома магазины, обувь, одежда, аптеки, вторичная продажа. Также я отправлю вам запись, эту презентацию, сможете посмотреть, чтобы не запоминать себе сейчас все эти названия. Конечно, что все эти магазины это только такой себе некоторый список, который не есть полный, потому что у каждого есть свои преференции, да, то есть по тому, какой вы магазин лучше выбираете. Но это в целом главные магазины бизнеса. Также что касается торговых центров, тут собраны не все, но главные шесть таких больших торговых центров, потому что туда вы приехали, в целом для начала хорошо бы понимать название, что вот этот торговый центр, как к нему доехать, вы можете посмотреть в гугл, если вы знаете название. Наиболее большим торговым центром Вильнюсом считается Акрополис, также Озов достаточно большой и другие, которые также можете видеть на моем слайде. Дальше я хотела бы перейти чуть-чуть о том, что касается Вильнюса для детей, потому что есть очень много развлечений Вильнюса для детей, и может, когда вы приехали в разных публичных местах, вы можете видеть распечатки, Вильнюс для детей, он есть на русском и на украинском, такая себе карта с главными точками, куда пойти, чтобы ребенку было интересно, но также еще тут мы собрали маленькие такие советы от наших местных, где побыть с детьми на улице, также внутри, и также тут есть ссылка на веб-сайт, где вы можете посмотреть, чем заняться с детьми. Продолжая также тему детей, хочу чуть-чуть остановиться на образовании для детей и для начала хочу сказать, что буквально недавно это было на прошлой неделе сотрудниками муниципалитета города Вильнюса мы также провели большой онлайн семинар, где рассказали все, что касается детских садов и школ. Этот вебинар уже есть на нашем YouTube, поэтому если у вас есть надобность сейчас посмотреть, как заполнять ребенка, заявление на ребенка в школу, какие там есть пособия, сколько вам могут вернуть денег, если вы уходите в частный сад либо в государственный сад, что нужно для подготовки ребенка, что такое нулевой класс, какие есть профили в школах, государственные экзамены и т.д. и т.п. Также предложение к вам зайти на наш YouTube-канал, наш YouTube-канал называется International House Williams, как и официальное название, и посмотреть все, что касается образования для детей, также тут в нашем отсеке как описание собраны все презентации, вы можете посмотреть также формы заявления, чтобы не искать, не спрашивать, все официальные документы также на драйве тут как бы прикреплены, и также в этой презентации есть ссылка на видео сразу. Но тем не менее, если сейчас также вас очень интересует вопрос регистрации детей, то регистрация детей в школы и в сады она государственная осуществляется через муниципалитет, вы также можете видеть контакты тех сотрудников, которые ответственны за регистрацию, пожалуйста, просьба писать им уже с конкретными своими запросами, заявлениями, и желательно после того, как вы посмотрели уже вебинар, чтобы знать всю информацию, уже с информацией, которая действительно вас еще интересует, и также внизу тут есть интерактивные списки садов, школ, и они также есть в презентации с того видео, что я говорила. Для того, чтобы зарегистрировать ребенка в детский сад, либо в школу, также, кроме того, чтобы показать ребенка аттестант с оценками и так далее, обязательным есть медицинский осмотр для детей, и также вы можете видеть на слайде те государственные и частные больницы, их контакты, куда вы можете обращаться для того, чтобы пройти медицинский осмотр для детей в школу. Также я почти уже заканчиваю, но тем не менее, я думаю, что есть очень много людей, которые интересуются тем, где учить литовский язык, и на самом деле есть очень много частных школ, конечно же, но есть и некоторые бесплатные опции, бесплатные есть онлайн опции, как можно изучать, еще среди своей стыни, готовлюсь к переезду, также есть каритос, который, если у вас есть наличие венже, и причина этого, венже это гуманитарная причина, они, также у них есть как бы курсы изучения литовского языка, и также у нас в International House Вильнюс время от времени появляются новые курсы, если сейчас у нас закрыт набор, вы можете написать на местах в список ожиданий, для того, чтобы когда у нас откроется новый курс с начальным уровнем, мы могли вас добавить. В целом, я оставляю также этот список, также при университетах всегда есть курсы, при почти каждом университете в Вильнюсе есть некоторые курсы для изучения языка. Что касается университетов, те, кто также интересуется, какие есть гранты, которые есть для исследователей, которые есть для студентов с университетов, также есть портал Study in Lithuania, то есть все про учебу в Литве, вы также пишете Study in LTE в Гугле, и можете просто посмотреть их веб-сайт и посмотреть, что наиболее вас интересует, то есть гранты, подача заявок университета и так далее. На данный момент, на сегодняшнее время, сейчас у нас 16 августа, в университеты, большинство университетов уже закрыты наборы, потому что с сентября через менее две недели начинаются обучения, но тем не менее вы можете посмотреть на следующий год, либо посмотреть, какие есть другие опции в университетах. в целом это все, что касается моей презентации, конечно, что я вижу, что у нас есть некоторая активность в чате, в UNA, и сейчас, как и было обещано, у нас есть еще некоторое время, чтобы ответить на вопросы вслух, все вопросы, которые касаются не только моей презентации, но также презентации, что делали мои коллеги с рынком оселетовым. Если есть надобность также еще связаться с International House Вильнюс, узнать больше, либо получить консультацию, вы можете писать нам на почту, приходить, конечно, в наш офис по адресу конституции проспекта 3, либо звонить нам также на наш номер телефона. В целом, это все с моей стороны, но я предлагаю тогда отвечать на вопросы, я вижу, что есть уже у нас первый вопрос, что касается школ, поэтому я на него отвечу. Есть ли ресурс для помощи выбора школ, чтобы понять разницу в программе возможности поступления рейтинга школ? Спасибо, Анастасия, за ваш вопрос, как я уже говорила, да, у нас есть эта же информация в вебинаре, которая есть на нашем YouTube, и для того, чтобы вам понять в целом, какая школа. Первый совет это, конечно же, посмотреть локацию, продумать, как ваш ребенок будет добираться в эту школу, да, то есть посмотреть, где вы живете в Вильнюсе, и будет ли удобно ребенку добираться в школу, потому что это ответственность ребенка и его родителей. Добраться в школу это будет такой первый совет, несмотря на все рейтинги, чтобы посмотреть, а также в моих слайдах есть интерактивная карта школ, где есть написанные разные профили, да, что есть еще в школах, какой язык обучения в школе и так далее. Если вам нужен более такой еще детальный индивидуальный совет, тогда вы можете также написать на сове вальдиве с Вильнюсе ОТЭ и также спросить у сотрудников муниципалитета более индивидуальный вопрос. То есть это то, что касается школ. Сейчас должна сказать, что наборы школы очень-очень тяжелые, потому что очень много людей, которые хотят записаться в школу. То есть сейчас есть некоторая проблема с местами, но тем не менее сотрудники муниципалитета делают все возможное, чтобы ваш ребенок попал в школу. Поэтому такой будет мой совет. Пожалуйста, если еще осталось что-то, тогда напишите в Q&A. Есть еще дальше вопросы, тогда буду отвечать, но тем не менее спрашивать также и своих коллег, если у меня будет надобность. Я вижу, что коллеги уже ответили на 45 вопросов письменно, что очень много, 46, поэтому спасибо большое. Я вижу вопрос про курсы литовского не для украинцев. Я также отправила список всех курсов у меня на слайдах. После презентации, после этого вебинара я также отправлю вам презентацию, вы сможете посмотреть, и, конечно же, рекомендация, если, к примеру, вы из Беларуси, есть разные белорусские NGO, то есть организации, которые помогают людям, чтобы приехали из Беларуси, и они же имеют иногда курсы литовского, то есть это тоже может быть для вас вариант, кроме того, что я уже отправила в слайдах. Я вижу, что моя коллега Марта пишет ответ на вопрос, может будет удобнее ответить вслух то, что касается про процесс получения ВНЖ для супруги, в случае, если один из них уже имеет ВНЖ. Так вот, я только хотела уточнить, то есть какой ВНЖ имеется у супруга или супруги, то есть или это на основании работы, или это блукарт, это тоже очень зависит, так не знаю вдаваться ли в подробности. Я вижу уже комментарий, что это блукарт. Так, я могу с вами поделиться и ссылкой на получение, то есть как заполнять заявление, какие документы нужны для члена семьи, потому что член семьи может подаваться сразу, на вид на жительство, есть ли у одного, есть ли у мужа или жены блукарт, то есть здесь нет этих сроков ожидания, как с простым ВНЖ, то я сейчас секунду с вами поделюсь ссылкой. Я также вижу, что коллега Эдита уже начала отвечать, уже даже ответила на вопрос, но позвольте мне также посмотреть чат, потому что есть очень много вопросов в чат, но большая просьба, пожалуйста, их вставлять в секцию Q&A, чтобы нам было легче их отслеживать и либо работать быстрее. Вижу, конечно же, вопрос по поводу записи, да, запись будет, и я отправлю ее после того, как мы проведем этот вебинар, и я также ее оставлю на нашем YouTube, то есть вы можете посмотреть на YouTube, я также пришел письмо со всеми презентациями и ответами на вопросы. Также вижу тут вопрос, договор аренды должен быть на литовском языке. Что касается съема жилья и также договор аренды, тогда такой договор должен быть сразу на двух языках, то есть первый, это литовский государственный язык, и второй, это должно быть язык, который понятен вам, то есть если до вас понятно и русский, это должно быть на русском, если английский, тогда английский, Но, конечно, что вы должны это лично проговаривать с вашим хозяином вот этой квартиры, который будет сдавать вам квартиру, либо если это брокер, тогда по закону они должны также предоставить вам еще и второй язык, но вы также можете проявить инициативу и перевести, то есть это должно быть удобно для вас. Как выглядит разрешение собственника на декларированное место жительства, когда вы также приходите в миграционную службу, чтобы сдавать ваше ВНЖ, вы можете сразу прийти со своим владельцем квартиры и он сразу там распишется, что дает разрешение, либо вы можете, когда подойдете на ВНЖ, оставить такой запрос, что вы обязуетесь задекларировать свое место жительства один месяц после того, как подойдитесь на ВНЖ, и тогда же сотрудники миграционной службы выдадут вам либо такую форму, либо, как моя коллега показывала уже на сайте, вы можете написать в Синюню и посмотреть эту форму. Я могу также отправить, просто добавить в список всех документов, куда я буду отправлять вместо с презентацией, добавить вот эту форму заполнения на декларацию. Так, я вижу некоторые комментарии, но также скажите, сколько должна зарплата быть для ВНЖ? Насколько мне известно, то есть некоторые ограничения по зарплате, если вы хотите получить Blue Card, но если вы хотите получить в целом ВНЖ, то есть нет таких ограничений по зарплате, но есть другие требования, как, к примеру, вы должны быть в списке затребованных профессий, либо ваш работодатель вручается, что вы действительно нужны ему в стране, либо это может быть причина, что вы учились, к примеру, в Литве и хотите работать, то есть нет никаких регуляций по поводу зарплаты в таком случае. Зарплата, она должна, она имеет такую огромную роль только при Blue Card. Если, к примеру, вы с списка затребованных профессий, вы можете также податься на Blue Card, там есть некоторые требования по зарплате. Если вы не из списка затребованных профессий, но ваша зарплата более чем 2367 евро, тогда вы тоже можете податься на Blue Card. Вижу следующий вопрос в чате, но тем не менее, все равно должны на них ответить. Я тогда зачитаю, но думаю, что тут мне нужна будет помощь моих коллег также. В России была инвалидность, беспособие. Если восстановить инвалидность в Литве, где можно прочесть про преференции для человека с инвалидностью, пособие не нужно, но льготных лекарств он бы не отказался. Тогда это содра, если восстановление. Так, я уже там ответила немного, что надо обращаться в первую очередь к семейному врачу. И семейный врач, если будет надобность, направит к специалисту. Если специалист установит, что есть недуг, то тогда уже тоже выписывается направление в службу по установлению недуга и трудоспособности. То есть такая процедура пошаговая есть. Спасибо. Я также вижу, что есть более такая детальная еще такой ответ от Вас и Снежаны на другие вопросы. Но из-за того, что это чат, чуть-чуть сложнее понять, отвечен ли он ли был. Поэтому большая просьба писать Q&A нам, то есть секцию вопросов-ответа. Сейчас был вопрос, то есть финансовых выплат нет никаких. Не очень понимаю, на какую именно вопрос это было уточнение. Пожалуйста, просьба тогда, если еще актуально, дописать больше. И последний вопрос с чата, потом перейду на Q&A. Это я получаю blue card, ребенок получит осенью в НЖ. Мы пока не переехали. Может ли ребенок пока учиться в белорусской школе, если какие-то ограничения? Да, вы можете учиться, конечно, что в белорусской школе, если это для вас онлайн. Но если вы хотите, к примеру, пойти в школу уже в следующем году, тогда для вас это уже будет проще. Если еще есть, потому что ребенок получит уже в НЖ. Но если еще нет у НЖ на ребенка, вы все равно можете податься, даже если у вас еще национальная виза, скажут так. То есть есть даже школа белорусская в Вильнюсе. То есть только для людей с Беларуси. И в любую школу в целом, если ребенок еще, либо вы еще ждете свои документы, вы также можете податься на школу. Просто когда уже вы получите свои документы, вам нужно будет их подтвердить в муниципалитете. Также предлагаю вам написать с этим вопросом в муниципалитет, в отдел, что касается образования. Также оставляла ссылки и вебинарии, что есть на YouTube. Также можете их посмотреть. Я тогда перехожу в TalkUna, которые у нас еще остались вопросы. У нас еще есть 15 минут, тогда мы можем ответить еще на некоторые вопросы, как и было запланировано. Вижу, что также Марта пишет вопрос по поводу проживания в Каунасе для студентов. Мы не занимаемся вопросами Каунаса, но, думаю, можем ответить, тем не менее. Ну, только вот если в таких общих принципах, то, конечно, в первую очередь рекомендуется обратиться в университет непосредственно, так как они назначают и комнаты в общежитии. Ну, а если университет ничем помочь не может, то тогда, конечно, остаются только индивидуальные поиски. Я вот как раз хотела написать название страниц. Это rodos.lt, scelbu.lt, domo+. Такие варианты. Я также могу добавить просто в свою презентацию еще список, где искать главных веб-сайтов. Я также вижу вопрос, который касается финансовой помощи украинцев. Да, она есть. Когда вы прибыли, когда вы можете также получить социальные выплаты, что касается социальных выплат на себя, на ребенка, также получить некоторые субсидии на то, чтобы вам вернули какую-то часть за оплату квартиры либо коммунальных услуг и так далее. Может, еще моя коллега Снежана ответит вам, либо даст ссылки, где есть больше информации по поводу финансовой помощи, а также укажет больше еще, больше цифр, скажем так, если у меня это финансовой помощи. Буду благодарна. Да, спасибо. Спасибо, Яна. Всем здравствуйте. Я уже ответила на этот вопрос в общем чате. Важно понимать ситуацию. То есть, если у вас есть свидетельство о регистрации, то вы можете получить только единоразовую выплату, которая предоставляет самоуправление, и суммы этой выплаты варьируются в зависимости от самоуправления, где вы проживаете. Также можно получать карту на покупку продуктов по 115 евро на каждого человека, и эти карты предоставляет организация Maystobankos или продовольственный банк в переводе на русский язык. Но когда вы уже получаете вид на жительство, то список выплат, на которые вы можете претендовать их получить, он достаточно широк. И здесь уже как выплаты на ребенка ежемесячные по 80 евро и 50 центов. Если также доходы семьи меньше определенной суммы, то назначается еще дополнительно 47 евро к этой сумме. И эта выплата выплачивается на каждого ребенка. И, как я уже ответила, существуют возможности получить выплаты на компенсацию аренды жилья, на компенсацию коммунальных услуг и многие другие. И по всем этим выплатам нужно обращаться в местное самоуправление, на территории которого вы проживаете, в социальный отдел. Спасибо, Снежана. Я вижу сразу же, есть второй вопрос, который в сфере вашей компетенции я зачитаю. Если у меня есть временная защита Болгарии, могу ли я получить ВНЖ в Литве по гуманитарным причинам? Тоже с Украиной. В целом, в данном случае есть два варианта. Первый вариант – это, во-первых, мы рекомендуем связаться с департаментом миграции напрямую и у них уточнить этот вопрос. Если они вам говорят, что да, это возможно, тогда вы отказываетесь от временной защиты в Болгарии и подаете на ее получение в Литве. Но мы рекомендуем сначала уточнить, все-таки обратиться в департамент миграции и потом уже отказываться. Или другой вопрос, другой вариант – если вам выдан вид на жительство в Болгарии, то по нему вы можете прибыть в Литву и находиться до 90 дней. И в течение этого периода вы можете подать документы на получение вида на жительство на общих основаниях, то есть это работа, учеба в Литве и так далее. То есть какой вариант для вас более удобен? Спасибо большое, Снежана, за то, что также ответили. У нас есть уже 60 отвеченных вопросов и очень большая благодарность моим коллегам. Мое предложение будет также таким, что все эти ответы, конечно, без указания ваших имен, я также соберу в такую таблицу и отправлю вместе, потому что есть вопросы, которые не были зачитаны вслух, но они также будут в таком себе документе, где вы сможете их просмотреть. Еще раз напоминаю, что я отправлю записи семинара, также презентации и ответы на все вопросы. И также, если с прошлого в будущее, опять-таки, вы смотрите это в записи на YouTube, внизу в описании мы всегда оставляем ссылку на все презентации, все документы, все, о чем мы говорили, чтобы мы могли также иметь доступ к всем документам либо информации, что есть в презентации. Я вижу, что у нас чуть-чуть осталось времени, но, тем не менее, очень много уже вопросов отвечено, то есть 61 вопрос уже ответили коллеги, очень-очень большая благодарность, опять-таки. И предлагаю пару минут подождать, если тогда все понятно, будем заканчивать презентацию, если еще какой-то вопрос возникнет, мы на него ответим, последние вопросы. Что касается записей, вы получите ее совсем скоро. Сегодня мы ее также уже добавим на YouTube, и где-то в чате был вопрос, все ли записи есть на YouTube, да, то есть все наши семинары, которые мы выводим на разных языках, они также будут в YouTube со всеми презентациями, прикрепленными с них. Так, вижу вопрос, но, к сожалению, в чат, тем не менее, мы ответим, как с правовой помощью, если возникают проблемы с работодателем. Если помните, то недавно также говорила, что недавно мы проводили такой себе онлайн-вебинар с юристом. Она также рассказывала про трудовые споры и как их решать. То есть, если возникают такие вот какие-то споры трудовые с работодателем, есть комиссия официальная, которая также занимается вопросами трудовых, решения трудовых споров. Я могу вам показать сейчас вот наш YouTube. Среди видео, это второе видео, работа в Литве с юридической точки зрения. И также у нас вы можете видеть все тайм-коды, есть трудовые споры и как их решать. То есть, в целом, наша спикер, она предоставила информацию, какие у вас есть права, если что-то пошло не так, если вы уверены, что ваш работодатель нарушает ваши права, куда вам обращаться и в целом, какая защита у вас есть. Поэтому в вашем случае очень большая такая рекомендация. Это посмотреть также вот конкретно эту часть, что касается трудовых споров. Да, хорошо, благодарю, спасибо вам. Также, что ж, тогда последние две минуты, и после этого будем заканчивать. Напомню, что мы также оставили все контакты. То есть, если у вас есть еще какие-то вопросы, которые остались, сейчас еще не ответили, либо они очень личные, индивидуальные, пожалуйста, также можете контактировать с нами, с International House Vilnius, с Ринко Силетова онлайн, либо переходя на личные консультации. Также следите за нашими соцсетями, за соцсетами Ринко Силетова, потому что они тоже очень много всего проводят и делятся информацией. Напомню, что мы части государственных организаций, то есть, все услуги, которые у нас есть, они бесплатные, то есть, нет никаких в целом ограничений, что вам нужно платить. Нет, все эти консультации, они бесплатные, как и все наши вебинары. Вижу, что есть вопрос по поводу налогных льгот для ИП в один год. Какие критерии бенефитов по налогам, если Blue Card будет ИП? Что касается вот этой части, есть Blue Card и будет ИП, не очень мне понятно. Но если вы также хотите узнать больше всего про налоговые льготы, потому что есть некоторые нюансы в открытии ИП, вы можете обратиться и проконсультироваться лично с ВМИ, что есть налоговая служба. Я вижу следующие вопросы, как получить самозанятость до получения ВНЖ. Также, если у вас есть ваш код, вот эта смена с кодом, ну, код, что вы ждете, вы можете в целом проконсультироваться, посмотреть, но открыть ИП вы сможете, это самозанятость, уже после этого только вы получите ВНЖ. Также, то, что касается налоговой льготы, да, предлагаю вам проконсультироваться в ВМИ, что есть с налоговой службой, а также посмотреть тот же вебинар, работая в лице с юридической точки зрения. Там также есть все, что касается ИП, который такой процент, очень детальная схема также показывает. Что ж, я предлагаю тогда заканчивать. И какой алгоритм получения востребованной профессии? Также это есть у нас в вебинаре «Работа в лице с юридической точки зрения», но в целом есть некоторые требования, которые также у нас загружены в YouTube под описанием, которые в профессии есть востребованными. И для подтверждения вашей квалификации вам также нужно будет обратиться в службу занятости. Спасибо. Итого у нас отвечены уже 65 вопросов. Большое спасибо всем коллегам, всем, кто присоединился. Предлагаю заканчивать. И напоследок скажу только то, что нам очень важно получить ваш отзыв, когда вы будете оставлять, уходить уже из этого вебинара. Вам Zoom автоматически предложит отзыв, просто отправить нам свою оценку, как вы можете оценить подготовленные материалы, также указать какие-то свои пожелания, либо впечатления. Пожалуйста, для нас это очень важно. Оцените нас, когда закончите уже подпинетизм вебинар, если правильно так сказать. Что ж, тогда всем до свидания. Я остановлю вебинар. И тогда до новых встреч. Продолжение следует...